Эхо Недели Вашингтон пригрозил руководству Грузии санкциями. Мы считаем, что пришло время начать процесс введения индивидуальных финансовых санкций против главных очагов коррупции и негативного влияния в Грузии, а именно Бедзины Иванишвили и его окружение. Какие последствия для региона будет иметь убийство в Тегеране одного из лидеров Хамас Исмаила Хани? Дилемма Ирана и призрак большой войны на Ближнем Востоке. Это, конечно, попытка показать, что Израиль готов идти на определенную эскалацию. И при этом, конечно, такая серьезная пощечина Тегерана. Главная тема недели – крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между западными странами и Россией, который состоялся 1 августа. В нем участвовали сразу семь государств. На свободу вышли 26 человек. Среди них – репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка радио «Свобода» Алсу Курмашева, бывший американский морпех Пол Уиллан, а также российские политзаключенные Владимир Карамурза, Илья Яшин и другие. Американских граждан на авиабазе «Эндрюс» встречали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Ну а Владимир Путин ждал восьмерых российских граждан в правительственном Внуково-2 с красной дорожкой и почетным караулом. Среди них был спецназовец ФСБ Вадим Красиков, отбывавший в Германии пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангушвиля. Его освобождение настойчиво добивался лично Путин. Канцлер Германии Улав Шольц, в свою очередь, встречал немецких граждан и политзаключенных из России в аэропорту Кёльна. Диссидентов на агентов меняли только во времена СССР. Такого еще не было в истории современной России. Владимир Унанянц об историческом, эмоционально насыщенном дне. Так, президент США Джо Байден в прямом эфире поздравил с наступающим днем рождения дочь редактора службы «Идель Реали» радио «Свобода» Алсу Курмашевой, освобожденной в рамках самой масштабной сделки по обмену заключенными со времен Холодной войны. Глава Белого дома в специальном обращении рассказал о некоторых деталях операции, благодаря которой удалось вызволить из российских тюрем в общей сложности 16 человек, в том числе журналиста «Уолл-стрит-джорнл» Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уиллмана, российско-американскую журналистку Алсу Курмашеву, а также политзаключенных Владимира Карамурзу и Илью Яшина. Российские власти арестовали их, осудили на показательных процессах и приговорили к длительным срокам тюремного заключения без каких-либо законных оснований. Пол, бывший морской пехотинец, который был в России на свадьбе. Эван, журналист, работал в России по заданию редакции «Уолл-стрит-джорнл». Алсу, также журналист, приехала в Россию, чтобы увидеться с семьей. Все трое были ложно обвинены в шпионаже. А Владимир был гражданином России по рождению и имеет американскую грин-карту. Он журналист, лауреат Пулицерской премии и был со мной одним из тех, кто нес гроб на похоронах моего друга Джона Маккейна. Он выступал против режима Путина, и за это его осудили за измену. И теперь их жестокие испытания закончились, и они на свободе. Такие сделки, как эта, даются с трудом, и никогда нет никаких гарантий. Для меня нет ничего важнее, чем защита американцев дома и за рубежом, и поэтому мы продолжим работать над освобождением всех незаконно задержанных американцев по всему миру. Позвольте мне закончить тем, с чего я начал, с Пола, Эвана и Алсу, Владимира и их семей. Они никогда не теряли надежды. Я не могу себе представить, что им пришлось пережить. Всем вам. Я не могу себе представить их радость сейчас. Они дома. Сделка по обмену политзаключенных и иностранных граждан, отбывающих заключение в России на обвиняемых в шпионаже и киберпреступлениях, а также убийстве, находившихся в тюрьмах западных стран, состоялась. Обмен прошел в аэропорту турецкой Анкары. Россия получила своих граждан, приговоренных к заключению за шпионаж и киберпреступления, в том числе Артема и Анну Дульцевых. Вместе с ними прилетели двое их детей, а также офицера ФСБ Вадима Красикова, отбывавшего пожизненное заключение в Германии за убийство в Берлине, бывшего чеченского полевого командира и офицера грузинской армии во времена российско-грузинской войны 2008 года Зелимхана Хангушвили. В московском аэропорту их с почестями встречал лично президент России Владимир Путин. Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением к народу. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной существенности. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, за свою долгую тех, которая не на минуту, а вас за долгую. И вот вы, да, все вы будете представлены государственными. Мы с вами еще увидимся, поблагодарим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением к народу. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. В общей сложности операция включала взаимный обмен 26 лиц, которые находились в тюрьмах семи разных стран. США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. При этом среди людей, перевезенных в Турцию, в общей сложности семью самолетами, два из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России, десять человек, в том числе двое детей, были переданы России, тринадцать – Германии и три – США. Полный список обмененных лиц, по данным издания «Инсайдер», выглядит так. России передаются Эван Гешкович, Владимир Карамурза, Лилия Чанышева, Илья Яшин, Ксения Фадеева, Андрей Пивоваров, Пол Уилан, Алсу Курмашева, Олег Орлов, Саша Скочеленко, Демури Воронин, Кевин Лик, Патрик Щебель, Герман Мойжес, Вадим Астанин. Беларусь освобождает Рико Кригера. США передают Владислава Клющина, Романа Селезнева, Вадима Канощенко, Польша, Павла Рубцова, Норвегия, Михаила Микушина, Словении, Артема и Анну Дульцевых, Германия, Вадима Красикова. Самый молодой фигурант обмена, не считая двух детей, Артема и Анны Дульцевых, девятнадцатилетний Кевин Лик, гражданин России и Германии, осужденный за госизмену. По версии следствия, еще будучи несовершеннолетним, он якобы осуществлял визуальные наблюдения и фотографировал места дислокации российских войск в Майкопе, а затем отправлял фотографии представителям иностранного государства. В Кремле до последнего момента, отказываясь подтверждать наличие соответствующих договоренностей, после состоявшегося обмена разоткровенничались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что у Москвы длинные руки, агенты есть повсюду. Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ-ЦРУ. Это была главная линия, по которой, собственно, достигалась договоренность. Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские только когда самолет взлетел из Мкары. До этого они не знали, что они русские, что они имеют отношение к нашей стране. И, собственно, вы, наверное, видели, когда в Витерии спустились по трапу самолета, они по-русски не говорят. По-русски не говорят. И, собственно, им как раз Путин их поприветствовал по-испански. Он сказал «Бой у нас ночи». Это, кстати, слышно на камере на съемках. При этом, по данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, решающую роль в заключении сделки сыграл министр юстиции Германии Марко Бушман. Как стало известно из источников в правительственных кругах ФРГ, именно Бушман дал письменное указание Йенсу Ромелю, федеральному генеральному прокурору, назначенному всего несколько месяцев назад, воздержаться от дальнейшего исполнения приговора по делу тергартенского убийцы Красикова, чтобы его можно было передать России. В самой Германии далеко не все согласны с решением обменять Красикова. Хотя распоряжение министра было законным, среди следователей, которые вели дело, нашлось мало понимания этому шагу, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В деле, касающемся осужденного убийцы, сила взяла верх. В решении упущены из виду родственники убитого. Решение было слишком мягким по отношению к президенту России Владимиру Путину. Власти Германии также не уведомили семью Зелимхана Хангушвили об обмене Красикова. Об этом сайту «Кавказ Реалий» сообщила вдова Хангушвили Манана Циадьева. По ее словам, слухи об обмене появились еще во время судебного процесса над Красиковым. Но тогда адвокаты называли это маловероятным. После вынесения приговора они предположили, что обменять российского агента все же могут, но перед этим он должен отбыть значительную часть срока. Канцлер Германии Олаф Шольт со своей стороны заявил, что решение обменять Красикова далось Берлину нелегко. Освобождение стало возможным только после того, как российские граждане, имевшие опыт работы в разведке и находившиеся в заключении в Европе, были депортированы и переданы России. Среди них был и Вадим Красиков, который в конце 2022 года был приговорен берлинским судом к пожизненному заключению, после того, как в августе 2019 года убил гражданина Грузии чеченского происхождения в парке Кляйнер Тиргартен в Берлине. Заинтересованность государства в его наказании необходимо было сопоставить с опасностью для жизни невинных людей, находящихся в тюрьмах в России, политических заключенных. Мы создали большой группе людей возможность снова жить на свободе, а в некоторых случаях и спасти свое здоровье и свою жизнь. В Вашингтоне настаивают, что сделка стала дипломатической победой президента США Джо Байдена, который давно обещал вернуть домой заключенных американцев и поддержать ущемленное продемократическое движение в России. Эту точку зрения высказал советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Обмен — это дипломатический подвиг, который, честно говоря, мог быть достигнут только таким лидером, как Джо Байден. По его указанию, профессионалы в нашей национальной безопасности, внешней политике и разведывательном сообществе неустанно работали, чтобы добиться освобождения 16 человек, задержанных в России. Трое американских граждан, один обладатель американской грин-карты, пять немецких граждан и семь российских политических заключенных в обмен на 10 человек, содержавшихся в Соединенных Штатах, Германии, Норвегии, Словении и Польше. Президент лично участвовал в дипломатических переговорах, которые привели к этому, включая многочисленные беседы с канцлером Шольцем, с другими лидерами стран, которые предоставили некоторых россиян в рамках обмены. И совсем недавно он позвонил премьер-министру Словении, чтобы скоординировать окончательные договоренности, чтобы последняя часть этой сделки встала на место. И пока я стою на этой трибуне, президент протягивает руку, чтобы выразить публичную благодарность лидерам Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции. И, честно говоря, ребята, я могу только сказать, что это был классический Джоу Байден, сплотивший Америку, сплотивший американских союзников для спасения американских граждан и российских борцов за свободу, и сделавший это с помощью сложной государственной политики. При этом издание New York Times отмечает, что у сделки есть и обратная сторона медали. Но, с другой стороны, это и триумф для российского президента Владимира Путина, который может использовать эту сделку, чтобы подчеркнуть свою лояльность к российским агентам, арестованным за границей. Впрочем, для главы Кремля есть и сопутствующие риски. Освобождение заключенных политиков, Карамурзы и Яшина, может активизировать российскую оппозицию в изгнании. Пишет New York Times. О том, что переговоры по обмену вышли на финишную прямую, стало ясно после того, как из российских колоний начали исчезать политзаключенные. Так, Владимира Карамурзу, Илью Яшина, Алсу Курмашеву и некоторых других вывезли из мест заключения в неизвестном направлении. Как отмечает издание «Политику», помимо исчезновения заключенных, подозрения о готовящейся сделке подогрели отдельные события последних дней. Во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко неожиданно помиловал Рико Кригера, первого представителя стран Запада, приговоренного к смертной казни. Днем позже, в среду, Словения осудила российскую пару Артема и Анну Дульцевых за шпионаж и приказала выслать их из страны. Третьим заметным событием стало то, что ряд российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, многие из которых были связаны с российским правительством, были удалены из американской федеральной базы данных заключенных. Выражая надежду на то, что некоторые из самых известных российских политзаключенных могут выйти на свободу, многие критики Путина также высказывали опасения, что исчезновения могут быть частью кремлевской игры. Но в среду, когда российские государственные СМИ и пропагандисты заинтересовались этой новостью, стало понятно, что обмен реален. Так, не приводя никаких доказательств, прокремлевский аналитик Сергей Марков предположил в Телеграм-канале, что в обмене будут участвовать США, Германия, Беларусь и Словения. Переговоры об обмене между Россией и Западом шли по разным каналам уже несколько лет и в разных конфигурациях. В начале 2022 года известный журналист-расследователь Христо Грозев предложил американцам произвести совместный обмен с немцами, где ключевой фигурой со стороны Запада был бы Вадим Красиков, а со стороны России – Алексей Навальный. Однако со смертью российского оппозиционера переговоры зашли в тупик. Возобновились они буквально месяц назад. Аналитики сделали вывод. Владимир Путин решил, что обмен с Джо Байденом для него может оказаться выгоднее контактов с непредсказуемым Дональдом Трампом, не раз заявлявшим, что не даст Москве ничего. Владимир Унанянц для Эхо Кавказа – Тбилиси. Между тем, российские оппозиционные политики Владимир Карамурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров, которых освободили 1 августа из колонии в рамках сделки между Москвой и рядом западных стран по обмену заключенными, провели в пятницу вечером первую пресс-конференцию в Бонне. Карамурза поблагодарил всех причастных к освобождению российских политзаключенных. Очень символично, что мы сейчас находимся именно в городе Бонне, бывшей столицей Федеративной Республики Германия, потому что в нашу жизнь сегодня, в нашу российскую жизнь, вернулось очень много недобрых традиций из прошлого. Это и традиция авторитарной, тоталитарной, диктаторской власти. Это и традиция агрессивных захватнических войн. Это и традиция абсолютного пренебрежения, наплевательства к правам и свободам человека. И поэтому очень важно и очень отрадно видеть, что наряду с этими недобрыми традициями возвращаются и традиции благородные. И одна из самых, как мне кажется, благородных традиций свободных стран, демократических стран в целом и конкретно Федеративной Республики Германии, это инициатива, лидерство, если угодно, помощь в освобождении узников совести, в освобождении политических заключенных. И прежде всего, я, конечно, думаю о нашей стране. Я могу назвать имена трех очень известных узников совести советского и российского ГУЛАГа, которые смогли обрести свободу благодаря инициативе Федеративной Республики Германия. Это Александр Солженицын в феврале 1974 года, который был из того же самого Лефортова, как мы вчера утром, выслан самолетом во Франкфурт-на-Майне. Это Анатолий Щеранский в феврале 1986 года, которого перевели по знаменитому шпионскому мосту Глиникия между Потсдамом и Ванзеей. И это Михаил Ходорковский в декабре 2013 года, которого из той же самой карельской колонии, в которой еще на прошлой неделе сидел мой товарищ Андрей Пивоваров, перевезли личный самолет бывшего министра иностранных дел ФРГ Геншера и отправили в Берлин. Тем, что произошло вчера на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Анкары, эта благородная традиция была продолжена. Я знаю, и мы говорили вчера об этом на встрече с федеральным канцлером Шольцем, я знаю, мы все знаем, что это было непростое решение для правительства Германии. В демократии вообще редко бывают простые решения. Простые решения – это удел диктаторских авторитарных режимов. Там все просто. Там все по команде, там все ради целесообразности, там все из каких-то циничных соображений реалполитик. Но, на мой взгляд, разница между диктаторской системой и системой демократической в том, что для демократической системы высшей ценностью является человеческая жизнь. На кольце, которое подарили Оскару Шинлеру, спасенные евреи, была выгравирована надпись, слова из Талмуда, «Спасающий одну жизнь спасает все человечество». Вчера было спасено 16 человеческих жизней. Я не думаю, что может быть в этом мире хоть что-то более важное. Поэтому слова благодарности правительству Федеративной Республики Германии, слова благодарности правительству Соединенных Штатов Америки, которая принимала активное участие в том, что произошло вчера в Анкаре, слова благодарности правительству Великобритании. И если я буду перечислять все организации и всех людей, которым мы испытываем это чувство благодарности и признательности, мы здесь будем еще как минимум часа четыре. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем, кто публично и не публично все эти годы добивался освобождения российских узников совести, российских политических заключенных и продолжает это делать, потому что в нашей стране остаются сотни, как минимум по самым консервативным оценкам, людей, сидящих в тюрьме, исключительно за свои политические взгляды. И все больше и больше в списке политзаключенных это те наши сограждане, которые, как и все мы, выступаем против жестокой, преступной, агрессивной войны, которую путинский режим развязал в отношении Украины. Российские оппозиционеры подчеркнули, что не просили Путина о помиловании. Ну, например, мы с Ильей Яшином и еще многие наши товарищи категорически отказались писать какие-либо прошения о каком-либо помиловании на имя гражданина Путина. Тем не менее, мы сидим здесь, поскольку указы были подписаны. 61-я статья Российской Конституции прямо запрещает высылку граждан Российской Федерации с территории Российской Федерации без их согласия. Нашего согласия никто не спрашивал. Нас вытащили из тюрьмы, посадили в автобус, загрузили в самолет и отправили в Анкару. Наконец, по правилам для пересечения границы необходим заграничный паспорт. Более того, нам до последнего момента обещали, что нам их выдадут, но у нас их ни у кого нет. Мы сюда въехали в Германию по обычным внутренним российским паспортам, где даже нет вообще ни одного слова на латинице. Нас когда вчера оформляли здесь в аэропорту Кёлингон, был специальный переводчик с пограничниками, который рассказывал им о том, что здесь вообще написано. Поэтому не посадить по закону не могут, не освободить. Веселое государство, не соскочишься. Я могу только повторить эти слова Владимира Константиновича Буковского. Для Яшина Владимир Карамурза возложили на президента России Владимира Путина прямую ответственность за смерть в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального, который также должен был участвовать в масштабном обмене с заключенными. Что касается Алексея Навального, он должен быть не здесь, он должен был быть в России, он должен был участвовать в президентских выборах, он должен был руководить страной, он должен был строить прекрасную Россию будущего, Он должен был быть частью своего народа, жить долгую, счастливую, плодотворную жизнь и приносить в пользу своей стране, радовать свою семью, радовать своих родителей, радовать своих детей, радовать свою жену. Вот где должен был быть Алексей Навальный. Вот где должны быть мы все. То, что Алексея Навального с нами нет, это преступление Владимира Путина, которое несет прямую ответственность за его убийство. Владимир Путин несет личную ответственность за убийство Алексея Навального, точно так же, как Владимир Путин несет личную ответственность за убийство Бориса Немцова. Сегодня в нашей стране, в России, у власти не просто авторитарный режим, у власти в нашей стране режим убийцы, во главе с главным убийцей. Я знаю, как христианин, как верующий человек, я знаю, что господин Путин обязательно ответит за то, что он сделал, на самом главном суде. Но я очень надеюсь, я очень хочу увидеть и дожить до того момента, когда он ответит за свои преступления, и на суде обычно, здесь, на нашей земле. Изменить ситуацию в России, по словам Яшина, может только прекращение войны в Украине. Я понимаю прекрасно, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки может только урегулирование военного конфликта в Украине. Для того, чтобы люди начали выходить на свободу массово, должна закончиться война в Украине. Поэтому главное наше требование, я не знаю, какое из них главнее, но это важнейшее требование, это прекращение преступной, агрессивной войны в Украине. Войны, которая наносит огромный ущерб нашему соседнему государству, которая принесла кровь, разрушение, смерть в Украину, но которая одновременно уничтожает и нашу страну, уничтожает людей, отправляет за решетку огромное количество невиновных, должна закончиться война. И в рамках мирного урегулирования одним из ключевых вопросов после очевидных вопросов, связанных с вопросами мира, должны быть вопросы свободы людей, которые сидят ни за что, которые сидят за свои взгляды, которые сидят за слова, которые сидят за требования прекратить войну. К другим темам. Американские сенаторы все настойчивее призывают власти США ввести санкции против почетного председателя, правящего грузинской мечты, миллиардера Бедзыны Иванишвили. Об этом говорили на слушаниях в Сенате на этой неделе. Такой же призыв содержится в письме членов Хельсинской комиссии Сенатского комитета по внешним связям, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкену. Его заместитель Джеймс О'Брайан перечислил три болезненных вопроса, исправление которых поможет улучшить отношения Грузии с западными партнерами, которые переживают худшие за последние 30 лет времена. Дзе Парисишвили подробнее о предупреждении Вашингтона и ответе Тбилеси. Большинство ведущих правозащитных НПО с первых же часов вступления в силу закона о прозрачности иностранного влияния заявили, что не намерены следовать ему, поскольку считают его антидемократическим. «Конечно же, ни в каком списке проводников интересов зарубежных сил мы не зарегистрируемся», заявила глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе. По её словам, совершенно непонятно, как дальше власти будут реагировать на неподчинение гражданского сектора. «Как бы то ни было, мы не собираемся регистрироваться в этом реестре, потому что мы служим интересам своей страны, а не какой-то чужбины, и наша цель – наблюдать за ходом предвыборной атмосферы и выборами 26 октября». В рядах гражданского сектора, в критических СМИ и в оппозиции ожидают, что власти с помощью этого закона прибегнут действиям, которые максимально ограничат деятельность правозащитных НПО и независимых СМИ. Ожидание тем более неприятно, что Минюсту закона предоставлены огромные полномочия, а ведомство РАД и Брегадзе не спешит пояснить, как будет действовать закон, и знает подробности и вице-премьер министр экономики Леванда Виташвили. На вопрос журналиста Тава Первели, что произойдёт, если организация не подчинится закону и не станет платить штраф, и возможно ли, чтобы соответствующие органы пришли в офисы СМИ и НПО, министр Дэвида Виташвили пожал плечами. «Я не знаю, у меня нет ответа на эти вопросы». Сам министр юстиции РАД и Брегадзе, как и премьер министр Иракли Кобахидзе, 1 августа после заседания правительства общаться с журналистами не стали. Днём ранее Кобахидзе пообещал, что непослушным НПО просто придётся платить штрафы в размере 25 тысяч лари, а других ограничений у них не будет. Но эти слова-примеры ясности в ситуацию не внесли. Как пойдут дела дальше, попыталась объяснить представителям СМИ и гражданского сектора депутат грузинской мечты Нину Цилусани. Неподчинение закону об иноагентах она назвала индикатором для выявления тех, кто, по её словам, уже многие годы служит интересам чужих стран. В случае принудительной регистрации НПО у власти Минюста есть право самому зарегистрировать такие организации в реестре. В сентябре для НПО начинается период, когда необходимо задекларировать прошлогодние доходы, а также подготовить отчёт о деятельности за прошлый год. А с января 2025-го они уже будут обязаны отчитаться за 2024 год. По оппозиции не сомневаются, что власть воспользуется всеми средствами, чтобы ограничить деятельность профильных НПО в преддверии выборов. В этом уверен и один из лидеров Лелло Крикол Гекелиан. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, который впервые за всю историю независимости Грузии закрыл в стране путь к НАТО и ЕС. С сегодняшнего дня мы начинаем обратный отчёт времени, в течение которого этот вредоносный закон будет действовать. Это продлится до 26 октября, до того времени, когда мы путём выборов сменим власть, обслуживающую Россию, а потом в первую очередь отменим этот российский закон. Бывший народный защитник, глава общественного движения «Европейская орбита Грузии» Нино Лонджари отмечает, что закон с первого дня задействован без соблюдения основных стандартов, признанных международным сообществом. «Поэтому мы не знаем, чего нам ожидать – вторжения в офисы, судебных разбирательств или ещё чего-то. Полная неопределённость», – заявляет правозащитница Нино Лонджари. Лично её, не дожидаясь вступления в силу закона, представители «Грузинской мечты» не раз клеймили, как геноагента, обвиняли в проведении зарубежных интересов и не раз называли наёмницей некой глобальной партии войны, которая хочет втянуть Грузию в эту самую войну, а до этого намеревается свергнуть власть «Грузинской мечты» и даже организовать покушение на почётного председателя партии «Власть объединенной войны Швили». При этом правящая сила пытается убедить общество в том, что все эти опасности исходят из США и Евросоюза. Правительство «Грузинской мечты» игнорирует призывы Вашингтона и Брюсселя отказаться от дезинформации о западных партнёрах, вернуться на рельсы демократии и отозвать закон об иноагентах, который позитивно оценивают только в России. В канун вступления в силу закона об иноагентах США в очередной раз чётко дали понять, что «Грузинской мечте» не следует больше рассчитывать на поддержку партнёров. 23 мая после антидемократических действий правительства Грузии я объявил о комплексном пересмотре двустороннего сотрудничества между Соединёнными Штатами и Грузией. В результате этого рассмотрения США останавливают помощь на сумму более 95 миллионов долларов, которая выгодна правительству Грузии. Говорится в заявлении госсекретаря США Антони Блинкина. В нём же отмечается, что антидемократические действия, ложные заявления власти Грузии, несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и в НАТО. Там же Госдепартамент США сообщает, что все эти средства по всей вероятности будут переброшены на поддержку программ гражданского сектора и евроатлантических устремлений грузинского народа. Аналогичной политикой придерживаются и в Брюсселе. Приостановив недавно процесс евроинтеграции, руководство Евросоюза заявило, что замороженные средства пойдут на развитие демократических ценностей и зависимости из СМИ и правозащитных институтов. Несмотря на то, что оппоненты власти обвиняют грузинскую мечту в тотальном захвате всех госинститутов, в том числе и Конституционного суда, есть надежда, что за этот месяц Конституционный суд все-таки возьмет на себя ответственность и удовлетворит сразу три иска от президента Соломы Зурабишвели, гражданского сектора и оппозиции с требованием приостановить действие закона об иноагентах на время, пока суд окончательно не рассмотрит вопрос и не установит антиконституционность закона. Двумя днями ранее, 30 июля, к госсекретарю Блинкену обратились четверо сенаторов из Хельсинской комиссии при Сенатском комитете по внешним связям с призывом ввести индивидуальные санкции против основателя правящей грузинской мечты. «Мы считаем, что пришло время начать процесс введения индивидуальных финансовых санкций против главных очагов коррупции и негативного влияния в Грузии, а именно Бедзины Иванишвили и его окружение». Пишут авторы обращения, конгрессменеджер Уилсон, Стив Коэн, Ричард Хадсон и Марк Вайс. «Об этом говорили и на слушаниях в Сенате, на котором был приглашен заместитель госсекретаря Джеймс О'Брайен. Он перечислил три вопроса, решение которых даст возможность грузинским властям успеть безболезненно исправить ситуацию». «Правительству Грузии должно быть ясно, что есть путь назад, если свободные и справедливые выборы пройдут без насилия против гражданского общества, если закон о прозрачности будет приведен в соответствии с законодательством ЕС, а не российским законодательством, и если не дать Китаю построить глубоководный порт в Анаклии. Эти шаги действительно важны сегодня для Грузии». Сказал Джеймс О'Брайен. В свою очередь, сенатор Джин Шахин напомнил о правительстве Грузии, что недовольство, вызванное недавними шагами грузинской мечты в Вашингтоне, есть и у демократов, и у республиканцев. Ни те, ни другие не одобряют развитие событий в Грузии. На слушаниях Шахин заявила, что правительство США должно использовать свои полномочия для введения финансовых санкций против тех, кто несет ответственность за коррупцию действия, которые привели к нынешней ситуации в Грузии. О том, что американские власти пристально следят за вводом в действии закона о прозрачности иностранного влияния, на брифинге заявил заместитель пресс-спикера Госдепа Ведант Паталь. По этим заявлениям выразил недовольство премьер-министр Иракли Кубахидзе. Он все призывы и рекомендации назвал шантажом, который грузинскую мечту не испугает. Как вы знаете, в последние 3-4 года многое в этих отношениях ухудшилось. Соответственно, их необходимо перезагрузить. Мы к этому абсолютно готовы. Главное – увидеть встречные шаги. Заявил Иракли Кубахидзе, в очередной раз дав понять, что правящая сила не намерена отступать от антизападной риторики. С учётом жёсткости тона американских политиков, в Грузии всё больше склоняются к мнению, что в Вашингтоне не станут дожидаться проведения парламентских выборов 26 октября. Напротив, чтобы подстегнуть грузинскую мечту к проведению свободных и прозрачных выборов, индивидуальные санкции против Иванишвили и его близкого окружения, возможно, будут введены уже в ближайшее время, считают наблюдатели. Съя Парисишвили, эхо Кавказа, Тбилиси. На этой неделе, 31 июля, в Тегеране был убит один из лидеров Хамас Исмаил Хания. Он приехал в столицу Ирана на инаугурацию нового президента Исламской республики Масуда Пизышкиана. Крупировка, признанная террористической в США и ряде других стран, возложила ответственность за убийство на Израиль. В самом Израиле пока никак не комментируют произошедшее. Иран теперь грозит Израилю неминуемым возмездием. Чем может ответить Тегеран на публичное унижение? И может ли убийство руководителя политического крыла Хамас привести к большой войне на Ближнем Востоке? Эти и другие вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным и востоковедом Русланом Сулеймановым. Руслан, убийство Исмаилы Хани в общем стало второй операцией за два дня. Причем она, эта операция видимо гораздо даже более громкая. Причем смысл подобных операций? Это просто месть? Или они несут с собой какой-то более практический смысл? Это несет практический смысл, но конкретно для одного человека, для премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, которому сейчас крайне важно предъявлять какой-то результат. И выглядеть сильным, выглядеть настойчивым в глазах своих сторонников по коалиции. Я напомню, в Израиле у власти находится крайне правая такая националистическая коалиция с довольно жесткими деятелями, такими как Тамар Бенбир, Виталий Смотович, которые настаивают на необходимости открытия второго фронта в Ливане на еще больших актах возмездия в отношении Ирана за его апрельскую атаку и так далее. И нетаньяху, да, нужно как-то выдерживать свое реноме. И вот за счет таких акций, будь то ликвидация Хани, будь то удар по Иранскому консульску в Тамасске 1 апреля, он может говорить о том, что вот есть результат, вот есть какие-то достижения. Но в практическом смысле это никак не влияет на ситуацию всех телегаза и более того, это ставит под угрозу, еще большую угрозу жизни израильских заложников. Никита, а в чем как бы глубокое содержание того, что убийство произошло именно в Сегеране? Ну, я думаю, что это, конечно же, попытка показать, что, в общем-то, Израиль готов идти на определенную эскалацию, причем он готов идти не только там, где все, прежде всего, на лиманской границе. И при этом, конечно же, такая серьезная пощечина Тегерана. То есть символичность этого действия, я думаю, не стоит недооценивать. То, что Израиль готов это делать на территории Ирана, в Тегеране, в момент инаугурации практически, спустя буквально несколько часов после этой инаугурации. И с человеком, за которого вроде как Тегеран должен нести полную ответственность за его безопасность. И тем не менее, это показывает, что нет, вы не можете обезопасить никого, вы не можете соперничать по степени, в общем-то, влияния, по степени возможностей с Израилем. И в этом смысле, конечно, это с одной стороны такой серьезный сигнал, а с другой стороны это ставит в очень неудобное положение Тегеран. И он, конечно же, сейчас хочет доказать, что он не мальчик для битья, что он должен как-то прореагировать, что это все не просто так и не останется без ответа. Так что это, конечно, достаточно опасная игра, при том, что понятно, что Израиль показывает, что он сильнее. И, наверное, действительно так, но Иран будет пытаться доказать, что это не совсем так, как минимум. Ну, если я правильно понимаю, это еще происходит на инаугурации человека, который, в общем, пользуется репутацией более или менее договороспособного по сравнению со всем остальным тегеранским эстеблишментом. Это добавляет каких-то красок к ситуации? Ну, красок, конечно, добавляет, но тут можно понимать, что Пизешкиан, то есть новый президент Ирана, он не пользуется репутацией еще. Он есть надежды, что он таким станет. Потому что, в принципе, все, что у нас есть, некоторая риторика его предвыборная, то, что, в принципе, за последний месяц примерно, то есть момент его избрания, все его заявления и все его какие-то публичные выступления, они не подтверждали никакой там особой истории про реформатора. Потому что все, что он говорил, это примерно то же самое, что говорил до этого Рейси, примерно те же самые направления. То есть про Запад он тоже говорил, что мы готовы сотрудничать с Западом тогда и в том случае, если Запад будет нас уважать. То есть если это будет паритетная основа. Вот ровно то же самое говорил Рейси, и в итоге это никакого сотрудничества не было. Так что тут скорее есть определенный ореол надежд, которые возлагаются на Пизешке, оно еще не всем понятно, насколько они оправданы. Но тем не менее, да, конечно, это история про то, что есть у нас реформатор. Но меняет ли серьезно что-то вот в этом ракурсе со стороны Ирана, я не совсем уверен. Потому что, что вроде как, да, несколько сложнее, наверное, будет иранский стеблишмент настраивать на диалог, но на диалог с кем? С Израилем, но до этого был невозможен. С Западом, ну, он не то, что был невозможен, но он был очень сложен. Непонятно, на какой основе Иран может пересмотреть отношения с Западом. Притом, что даже если сильно хочет. А что нужно для этого сделать? Ядерной сделки уже практически нет. Тут очень много вопросов, на которые нет ответов. И в этом смысле я бы не стал преувеличить пока что влияние вот этого шага на, например, внешнюю политику Ирана. Руслан, чем ответит Хамас? Какие у него есть варианты? Не думаю, что Хамас ответит как-то в военном смысле. У него не та ситуация, не то положение. Возможности Хамас, очевидно, сильно сократились за последние месяцы. Можно ожидать какие-то новые вылазки, новые, как минимум, попытки ракетных пусков в направлении Израиля. Но самое главное, то, чем располагает сегодня Хамас и то, на что может надавить Хамас, это заложники. Заложники сейчас напоятся под еще большей угрозой. Мы не можем, к сожалению, встречать, например, каких-нибудь показательных казней. И вообще, никто не может ручаться за то, что будет с заложниками после ликвидации Хани. Я думаю, исходя из того, что никаких серьезных военных рычагов влияния у Хамас практически не осталось. Вот за счет заложников Хамас может как минимум попытаться отыграться. Но есть сообщающие сосуды, да, в Иславан. А там мы можем ожидать какого-то ответа? Если так совсем просто. Мы стали ближе к войне? О полномасштабной войне на Ближнем Востоке говорят практически сразу после 7 октября. Но мы видим, что никакой большой войны не произошло. Это по-прежнему локальный конфликт в секторе газа между Израилем и Хамас. Есть напряженность на Ливано-Израильской границе, есть напряженность в Красном море, есть угроза со стороны уситов, которые могут направлять свои ракеты в сторону Израиля. обострились иранно-израильские противоречия. Но это по-прежнему не горячая, не полномасштабная война, и не думаю, что гибель одного высокопоставленного хамасовца здесь что-то существенное изменит. Никита, здесь же мы говорили о проксе Ирана. А сам Иран насколько свободен в этих действиях? Потому что вы уже сами сказали слово пощечина, да? И хоть как-то на это пощечин должен это отмечать. Да, тут история в том, что базово, если брать противостояние Израиля и Ирана, то Иран, как правило, почти всегда после диверсии, которые были многократные на территории Ирана, он выглядел все-таки как сторона очевидно более слабая. Иран регулярно пытался отвечать на все это, но, как правило, они были достаточно беззубы по сравнению с тем, что делал Израиль. Или там Израиль при поддержке Соединенных Штатов в Иране. То есть, ну, там были такие совсем моменты, которые показательны, ну, вроде кибератаки пару лет назад, когда были выведены из строя все заправки на территории Ирана на несколько часов, да, вот, и вот эта мощная такая акция, при этом она сопровождалась там некоторыми, взломом некоторых табло, на которых говорили хамины, где у нас бензин, да, по всему Ирану. То есть, такая была спланирована достаточно серьезная акция. На нее там, не знаю, иранские хакеры ответили тем, что взломали сайт знакомства в Израиле и рассказали, кто какую ориентацию. Вот, ну, то есть, как бы это, наверное, болезненно, но совсем не того масштаба был ответ. Похожи были ответы на атаки танкеров, например, иранские, когда Израиль неоднократно там атаковал иранский, подрывал иранские танкеры, которые идут в Ливан в основном. Иран максимум, что смог сделать, он там атаковал корабль, принадлежащий еврейскому бизнесмену, да, то есть, это вообще даже к Израилю это отношение было весьма посредным. Ну, и так далее, и так далее. Там были попытки убийств политических и стороны проиранских сил в Турции, это вообще ничем не закончилось. Постоянно в этой игре проигрывает, и он, конечно же, нацелен на то, чтобы как-то перевернуть эту ситуацию. И я бы сказал, один раз уже была ситуация в этом году, когда было не так очевидно, что Иран проигрывает, больше всего в моменте даже казалось, что, может быть, и по степени прецедентности он пошел гораздо дальше Израиля. Это, разумеется, ситуация, которая у нас была весной этого года, то есть, когда у нас в ответ на удар по консульству Иран нанес массированный удар прямой впервые в истории, причем еще несколько сотен ракет и беспилотников по территории Израиля, чтобы не было жертв, но все равно по степени прецедентности тут Иран явно сильно превзошел Израиль, и ответ Израиля уже был достаточно вялым. У Ирана, во-первых, все еще есть определенный креатив в выстраивании своих вот этих моментов, потому что, опять же, напомню, этот удар был очень своеобразным с территории Ирана, специально, чтобы ракеты все сбили, но, тем не менее, чтобы прецедент был мощный. То есть, не избежать войны, но сделать максимально шума. С другой стороны, они все-таки нацелены на то, чтобы менять правила игры, и это, на самом деле, делать ситуацию чуть более непредсказуемой и опасной, я бы снова ожидал бы чего-нибудь такого, скажем так, интересного по-своему, в том смысле, что нестандартного, наверное, потому что, в принципе, видимо, иранцы нацелены отвечать, а просто попытаться снова взломать не пойми что или попытаться сделать политическое убийство, которое не состоится, это, конечно, явно не тот вариант, который хотел бы провернуть Тегеран в ответ на такое. За некруглым столом мы коллега Вадим Дубнов обсуждал с автором телеграм-канала дежурный по Ирану Никитой Смагиным и востоковедом Русланом Сулеймановым убийство одного из лидеров Хамас Исмаила Хания и его последствия для Ближнего Востока. Но подробнее о других темах недели вы можете узнать на нашем сайте www.echokavkaza.com а также в соцсетях «Эхо». Но у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо-недели». С вами была я, Нана Клиева. Всего доброго. Всего доброго.